Если в четырехугольнике есть две равные и параллельные, то тогда это параллелограмм. То есть, смотрите, у нас было так, что если параллельны, то равны. Если равны, то параллельны. А сейчас такая хитрая комбинация. Мы знаем, что отрезок АВ равен СД и при этом параллелен. Нужно объяснить, почему это параллелограмм. Нарисовали отрезок и нарисовали такой же параллельный отрезок. Надо объяснить, почему, когда мы так вот проведем, почему это обязательно. Привыкайте. На самом деле, мы очень много времени потратили на объяснение, что такое признаки комбинации треугольников. Сегодня мы просто должны поработать, поприменять это. Нет, итоги вы подведете через много лет. Дело в том, что всевозможных задач для этих признаки равенства, их очень много. Разумеется, итоги вы подведете там, ну, минимум через два года. То есть, там, долго еще. Очень много есть разнообразных задач. И, ребята, очень часто, что с первого взгляда даже непонятно, а оказывается, что это всего лишь задача на признаки двенадцати треугольников. Нет, 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 не думайте. Так что за пять минут это не выучивается. Но, с другой стороны, не буду, конечно, я уже говорю. Давайте быстрее. Дано две параллельные прямые, на которых отложили равные отрезки. Кстати, кто знает, как в таком случае называют вот эти штуки? Может быть, слышно, есть такое понятие вектор. Как в таком случае пишут про эти самые векторы? А, Б, С, Д. Что пишут про эти векторы? То, что они равны. Так или нет? Нет. Чуть-чуть, посмотрите. А, Б, это вот так. Видели? А, С, Д это что? Это вот так. На самом деле, правильно писать вот так. А, Б равно Д, С. Векторы равны, если они направлены в одну и ту же сторону. Если они расположены на параллельных прямых и направлены в одну и ту же сторону. Поняли идею? Кстати, когда используется, вот так вот, когда возникают естественным образом векторы? Скорость. Конечно, скорость. Когда вы указываете, что там иду со скоростью 5 км в час, то принципиально важно указать, куда иду. На север, на восток, на северо-восток, на запад, на юг. В какую сторону сверху? У нас есть два равных параллельных отрезка. Мы знаем, что отрезок А, Б равен С, Д, и при этом он параллельный. Требуется доказать, что в таком случае четырехугольник является по килограммам. Ну, разумеется, мы считаем, что четырехугольник А, Б, С, Д, выпадает. Потому что, если поменять местами дочки С и Д, то равенство параллельности останется. То есть, на самом деле, нам важно, что отрезок А, Б, сонаправленный с отрезком Б, С, да? Замечательно. Почему предлагаем? И что? Какое это имеет отношение к нашей задаче? Одна из важнейших задач школьного курса Я Медленный, это вовсе не изучение параллелограммов для чего-то, а объяснение вам того, что такое логическое мышление. То есть, вот смотрите, что он сейчас нам выдает. А у параллелограмма же противоположные стороны равны, если вы хотите доказать, что какая-то фигура является параллелограммом. Нельзя начинать с того, что у параллелограмма противоположные стороны равны. Потому что пока что у вас дан любой четырехугольник. Любой. Все, что вы про него знаете, что отрезок А, Б, С, направлен с отрезком, то есть параллели направлен в ту же самую сторону. Все, и что равны, как это противоположные. Больше вы ничего не знаете. Надо доказать то, что параллелограмма. Но нельзя в доказательстве того, что фигура является параллелограммом, пользоваться тем, что у параллелограмма все стороны равны. Проведем диагональ. Проведем диагональ, молодец. Действительно разумно слова. Проведем диагональ. Какую больше хотите, А, С или Б, С? А, С. А, С. Отлично, вам нравится длинная диагональ, А, С. Провели. Дальше что? Дальше мы проведем диагональ, Д, Б. Не надо. Провели первую. Если честно, вам ее уже достаточно. Для чего вы ее проводили? Чтобы доказать, что треугольники равны. Какие? С, А, Б и Д, С, А. С, А, Б. С, А, Б и А, С, Д. Правильно, молодец. А равны они вот почему. Да. Потому что вот эти вот углы, смотрите, есть вот эти вот две параллельные прямые, есть вот эти две параллельные прямые и секущие, значит эти углы равны. Дальше мы знаем, что отрезок Д, С равен отрезку А, Б, а вот этот вот он просто общий, значит по какому признаку? По углу из двум сторонам и углу между ними. Отлично. Значит эти треугольнички А, С, Д и С, А, Б конкурентны, а значит эти отрезки что? А равны. Равны. Ну и все, собственно, дальше мы уже все знаем. Дальше мы уже помним, что если расположены стороны равны, то это так на там. Так, идею все поняли? Да. Заметьте, если бы мы не догадались провести диагональ, то бы улучшилось. То есть здесь мы провели диагональ и воспользовались конкурентностью треугольника. Отлично. Теперь следующая задача, на самом деле очень интересная и очень-очень приятная. Обычно ее формулируют так. Представьте себе, что у вас есть два равных вектора, вот эти два вектора равны. И представьте себе, что этот вектор равен этому. Итак, вот это вот векторочек А, вот это В, вот это С. Итак, вектор А равен вектору В. Что это значит? Вот эти два отрезка сонаправлены и равны по длине. Вектор В равен вектору С. Это что значит? Вот эти два вектора сонаправлены и равны по длине. Задача. Доказать, что в таком случае обязательно вектор А тоже равен вектору С. Вектор А равен вектору С. То есть эти два отрезка тоже равны и параллельно. Все понимают, что это очевидно. Почему? Потому что если длины равнялись, то и длины будут равны. Если прямые были параллельны и здесь будут параллельны, то и эти прямые будут тоже что? Тоже параллельны. Отлично. Ребята, получается следующая вещь. На самом деле, можно себе представить, что от каждой точки плоскости отложен такой вектор. В каждой точке. Представили? В каждой, каждой. Вот совсем-совсем в каждой. Ну, не знаю, почему. Из каждой точки единственным образом можно отложить вектор. Отлично.